Ты посмотри, какая красота! По бухтам не плывем, а идем. Короче, ну мальки вообще порядка никакого нет. Строительцы никакого. Мы сели на самое крутое место. Вот это яхты миллионеров. Давай, представляй, какая из них наша. Вот это. Слушай, ну вот в таком огромном порту я еще не была. Пиратский корабль стоит. Похоже, он это, ресторан сделан в нем. Самое главное, в крепостной стене валетты. Самая красота сейчас будет начинаться. Слушай, ну вообще, вид, конечно, с моря. Пешочком это одно, но с моря это вообще совсем другой вид. Прямо под крепостной стеной. Самое, можно сказать, сердце столицы. Такая красота, ты посмотри. Это же вот не человек все вот это вот изрезал, выдолвил. Получается, мы всю валетту сейчас оплыли. Это же не дома, не вон узенький, как забор. Ты посмотри, какие здесь круизные лайнеры стоятся. Ну вот это просто красавица. Ой, белоснежная. Вот она вся гавань, большая гавань. Ну я впервые в жизни так близко к круизной лайнеру. Еще никогда не проплываю. И что, неужели там лодки проплывают внизу под ней? Кстати, на Мальте очень сильно развито судостроение. Старенький-старенький облез. Не знаю, ходит он или вообще стоит просто. Слушайте, как интересно оказывается, как корабли ремонтируют, как все это выглядит. Я первый раз в жизни вижу. Тут целый заводище, слушай. Ну реально похоже на нефтяную платформу. Уже красота виднеется со всеми этими кранами. У них два названия у этих трех городов. Ой, я просто не могу налюбоваться этой красотой. Слушай, смотри, смотри. Крепостная стена там какая-то как башенка. Вот она вся эта гавань. И находятся эти три города. Ну не жалеем нисколько. Понравилось нам путешествие. Денег не жалко, кстати. 16 евро вообще не жалко за такую поездку. Что скажу, все очень понравилось. Рекомендую. Всю красоту увидели. Так что сплавайте и не пожалеете на то, что будет. Мы сегодня из Слимы плывем по всем бухтам Большой Гавани. Круиз этот стоит 16 евро на человека. Ходит каждый час по расписанию. Ссылку на официальный сайт этого круиза. Компания называется Капитан Морган. Я оставлю внизу под видео. Круиз охватывает самые красивые гавани, самые красивые бухты. Проплывает мимо Валеты по побережью. Затем 3 города. И возвращается обратно в Слиму. По времени он проходит 1,5-2 часа. Но официальная информация говорит 2 часа. Сейчас мы проезжаем город Сент-Жулианс. Это город тусовок и дискотек для молодежи. Все ночные клубы, все дискотеки здесь проводятся. В этом городе. Вот это считается самая красивая набережная. Самый красивый променад по ней. Из Сент-Жулианса по набережной, по всем гаваням дойти до Слима. Так что вот любуйтесь, смотрите и решайте, стоит ли вам по ней прогуляться. Мы еще пока не решили, станется ли у нас время на это. И вот следующая бухта. Это уже скорее всего к Слиму идет бухта. Еще пока я не разобралась. Тут вот пляж. Паромы выходят от Слима Феррес, напротив ресторана Бургер Кинг. С понедельника по субботу каждый час с 10 до 3, в воскресенье праздничные дни с 10 до часу. На паромах есть туалеты и бары. Паромы, конечно же, застрахованы и соответствуют стандартам Евросоюза. Мон капитан, вон у капитан Морган, вон они красные стоят. Вот нам туда. Моликой пупера, моликой пиратский. Моликой черный парусами похожий. Такие. Очень петь. Вышли в Слиме, здесь капитан Морган, Валочка продают билеты. И здесь стоят разные паромы, в том числе капитан Морган. Вон мы видим. Дальше идем. Нам сейчас билеты надо купить. Сейчас найдем киоск. А вот он, капитан Морган. Сейчас мы здесь и купим. Здесь несколько киосков, где продают на капитан Морган. Где видите, написано капитан Морган, там покупайте. Вот мы сказали сейчас в Риме, на какое мы хотим. Вот мы на 10.30 хотим купить два билета на Харбор Круиз, про которое я говорила. 16 евро стоит на человека. Харбор Круиз, сказал девушкам в 10 часов начинается посадка, в 10.30 отплываем. Что ты, Александр Иванович, ты ожидаешь этого Круиза? Да. Что ты ожидаешь? Я ожидаю посмотреть настоящую Мальту с морем. Одно дело смотреть на остров изнутри, а другое дело снаружи. Мы на ботце плыли. Как красота приобрелась с моря. Самые красивые гавани огибают полностью прям по побережью половинок. Будем посмотреть. Поним? Поним? Малень, молодень. Аккуратно. О, слушай. Так, вот, что мы садись. Сейчас подумаем, вот, что мы садись. Так, идем наверх. Как всегда. Вверху, конечно, самое лучшее обозрение. Вот здесь вот. Вот здесь давай. Ой, какая красота. Цвет воды. Ты посмотри, какая красота. Паромы проплывают по гавани Марсамшет, в большой гавани, вдоль фортификации Валетты, мимо трех городов и острова Монсель. Ну что, ждешь? Мы идем по бухтам. Не плывем, а идем. Еще одни поплыли. Это уже не Капитан Морган, другая компания. Куда-то поплыли. О, за камина написано и Блю Лагун. Смотрим, обращаем внимание, как строятся дома на Мальте. Вот, посмотрите. Старый дом. Старый такой, облезлый, древний домишко. Рядом с ним свечка. Два ряда балконов. Потом, дальше. Еще смотрим. Малюсенькие два домика. Облезленькие. Древние. Со старинными балкончиками. Между ними опять, хоба, свечку поставили. Рядом опять идут современные дома. По одному ряду балконов всякие разные. Ощущение, как будто это разные совершенно. Застройщики строили. Узкие, узкие, узкие. Друг друга поналепили, поналепили. Прислонились друг к другу. Капец, короче, у Мальки вообще порядка никакого нет. Строительцы никакого. Мы сели на самое крутое место. Впереди, справа у нас как раз все побережья будут проходить. Вот мы так и сели. Я всегда планирую, где садиться, где будет светить солнце заранее. Ну, или на месте уже быстренько ориентируясь. Все, мы уже отплываем. Матросы уже работают вовсю. И вот мы отплыли уже из Слимы. Двигаемся сейчас в сторону Валетты. Да, она комментирует на нескольких языках. Сейчас немецкий пошел. Слушай, я не знала, что здесь такая красота есть. Хоть все это тоже какое-то сброшенное, недостроенное, старое. Но это же все истории. Исторические памятники. И такие корабли шикарные, реально. Нам в этот день очень-очень повезло с погодой. Долл свежий ветер, было очень тепло, светило солнце. И было очень и очень комфортно нам на корабле. Кстати, качка на корабле была совсем незначительная. Так что, кто страдает укачиванием, я думаю, за полтора часа вполне-вполне терпимо. Здесь такие яхты. Посмотри, какая красота. Вот это яхты миллионеров. Давай, представляй, какая из них наша. Вот эта. Вот эта мне нравится. С нежно-голубым низом. Нет, а море не вот. Я про нее тебе и говорю. Слушай, да тут целый порт огромный. Посмотри, сколько водок. Слушай, ну вот в таком огромном порту я еще не была. Вот, чтобы вот такое количество плавающих средств было. Ну, в Тивоте там не меньше? Если только, ну, кроме Венеции, конечно, я ее в счет не беру. А в Тивоте там? Ну, в Тивоте не такого количества. Он маленький там порт, он миниатюрный такой. Ну, там, конечно, тоже и круизные лайнеры, и яхты были. Ну, если бы там обошли за частное на все. Такая красота. Когда была чума, в 17 веке, вот в эту бухту загоняли корабли на карантин. Их вот выдерживали на выявлении больных чумой. А в какую бухту-то? По-моему, вот в эту, наверное. Я не знаю. Точно. Смотри, там корабль. Смотри, Саш, там этот пиратский корабль стоит. Вот, впереди. Похоже, он, это, ресторан сделан в нем. Вероятнее всего. Ага. Ну, какая красота. Его поставили вон. Но его подняли. Слушай, его прямо на самое здание поставили. По-сторону сила. Это боевые корабли, военные. А тут какой маленький? А тут этот, стражевый катер, скорее всего. А этот вот эсминец. Нифига себе. А тут тоже вот эсминец. Ёлки-палки. Я первый раз в жизни вижу военные корабли. А вот ты, мог бы им играть там постоянно. Нифига себе. Слушай, это что, правда военный? Да, это военный. Ну, это может какая-то показушка? Ну, как бы музейный. Нет, нет, нет. Это военный действующий корабль. Самый настоящий? Конечно. Бирс стоит. Ну, видишь, у него пушки. А переделан стоит, видишь, у него. Да. Закрыто под тряпочкой. Да, вот. Ничего себе. Вот. А это вот стражевые катероны. Прикольно. А тут чуть-чуть не открывается такая. Вот мы сейчас проплыли Пьере Двалетта, которая... Гавань, бухта, которая разделяет, получается, Слиму и Валетту. И вот в данный момент мы начинаем приближаться к самой главной скрепостной стене Валетты. Самая красота сейчас будет начинаться. Сейчас, смотрите, обойдем и войдем в Большую гавань. Большая бухта. Музыка. Музыка. именно с большой гавани на мальту двинулись турки в 1565 году и во вторую мировую войну больше всего бомб упала именно в большой гавани в своих следующих видео мы обязательно отправимся с вами в валетту столицу мальты мы погуляем по историческому центру про главная улица вдоль всего города и посетим с вами также три города за один день конечно же обойдем все три городка около валет и такой огромной старинный пирс обалденный какой закругленный и маяк на нем смотри какой пирс смотрю он весь такой круглый обтекаем с этих камней сделан вообще из огромных камней а там валета открывается слушай ну вообще вид конечно с моря пешочком это одно но с моря это вообще совсем другой вид столица государства мальта город валетта находится как и многие другие города мальты на полуострове основного острова мальта население валетты около шести с половиной тысяч человек и со всех сторон город валета окружена крепостной стеной рыцарь флотоводец магистр ордена ионитов жан паризо дела валетта защитил остров от турок в 1565 году и основал город который позднее назвали в его честь это чё ты как ты думаешь какие-то сарайчики что ли это может быть рыбацкие домики рыбаков смотри у них точно точно потому что смотри у них там лодочки совершенно прикольно прямо под крепостной стеной и само можно сказать сердце столицы и тут такие рыбацкие такие сарайчики домики ой такая прелесть смотри гротт какой-то это же природа все сделала это же все сделала природа живет не человек все это вот изрезал выдавил вот мы еще в одну гавань заходим получается мы всю валет сейчас отплыли обошли вокруг и вот идем дальше смотри а здесь это вот это вот что такое балкончики и двери прям на дорогу выходят это же не дома это декоративное что ли ну вон дальше это же не дома не вон узенький как забор это поди декоративное что вообще непонятно а не привыкаю тоже где-то типа гаражей но это не гаражи это двери для людей это же не ворота потому что ты видел кузова горшины вот сбоку сбоку он как забор вы неужели это домики я общий там белье наверху он балкончик это влюбили живут смотрится с края может быть видимо скрадом какой-то узенький но получается лишь между стеной крепостной наверху батареи солнечный вот они мальтийские домики и домики балкончики да тут вообще витариоз это ему здесь уже витариоз это валет там уже вокруг ее обошли полностью это вот это еще валет на вторая часть полуострова три города они напротив да мы сейчас поплывем ты посмотри какие здесь круизные лайнеры стоят здесь же круизы это останавливаются на мальте вот вот в этой гавани получаются круизы останавливаться круизные лайнеры да 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 она вся большая гавань и торговые суда здесь и круизные лайнера слушай смотри вот этот саж посередине что это лайнер или что я слушай это не час парусами идет она с парусами 5 эти мой какая красавица 5 этих вот эти круизные лайнеры они вот как бы ничего красивого я в них не вижу такие танки такие коровы но вот это просто красавица белоснежный еще могут быть да 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 они же не только огромные ходят не разные еще бы красота вот она вся гавань большая гавань следующие видео будут очень интересными мы погуляем по валете посетим кафедральный собор съездим в три города погуляем по их улочкам так что если вы не подпишитесь на мой канал вы не увидите все этой красоты всех этих мальтийских городов поэтому подписывайтесь и ждите моих новых видео ну а сейчас мы продолжаем плыть по нашей большой гавани по этой прекрасной стране мальта но я впервые в жизни так близко круизный лайнер еще не никогда не пропала мы только издалека и увидели в принципе да так то везде видели но издалека или вообще с высоты или вообще через восьмиэтажный дом и даже конец так они по 10 по 11 этажей у нас самый больших по моему насколько я не ошибаюсь обращу под вас душа и смотри мальшив херц валета так это местный какой-то круизный лайнер который отсюда свой что фикозный он еще куча кораблей так то сейчас проплываем грузовые суда он разгрузка погрузка либо строят ну что-то короче работа ведутся какие-то тоже прикольно посмотреть кстати на мальте очень сильно развито судостроение у них судостроительный завод свой есть судоремонтный судоремонтный да так что вот это у них промышленность очень хорошо раз основной доход на мальте от судостроения приносит прибыль и туризма на пьесу такой катамаран шикарный еще неужели там лодки проплывают внизу под ним мне кажется это он специально так сделан чтобы у него проплывали внизу лодки как считаешь нет это для устойчивости сделано для на чтоб шторма ему более не страшны до за вы разные суда всякие шкуны или как я не знаю не разбираюсь как они там все называются короче грузовые суда ой какие старенькие за посмотри вот это вообще старенький старенький облизывание заходит он или вообще стоит просто этот буксиры тут короче такая гавань промышленная вот мы тоже часть ее до части тоже ее прошли вся эта гавань промышленная заканчивается мы проплыли кучу промышленных торговых грузовых судов и будем уже сейчас приближаться к тригородью название я забыла всех сейчас скажет аудиогид и мы повторим ну я не помню все витариоза синглия и 3 куда я забыла этот проплываем большой красивый грузовой корабль там наверху куча куча этих прицепов от фур прям фуры видимо подъезжают и вот эти контейнеры все там погрузили там куча тут один из кранов стоит выкрашен жираф забавно смотрится среди строительных кранов разных интересно оказывается буду убирать корабли ремонтируют как всегда выглядит я первый раз жизни вижу буду убрали там сухой дома там воды нет вот его весь чинят ремонтируют целый заводище слушай целый заводище огромат вон жираф вон жираф ралумбо полумбо полумбо называется учет такая-то огромная такая штука мы не можем понять что такое внешне она похожа на нефтяную платформу но она не может рядом с городом рядом с островом находиться у нее шлюпки саж по бокам смотри завод какой-то суша вышки какие-то огромные для чего все это я-то ладно женщина даже мужчина не понимает если мы так и не узнаем что это такое предлагаю нам подсказать комментарии какие ваши варианты но реально похоже на нефтяной платформы рядом написано но смокинг огромными буквами а вот с этой стороны саш смотри корабль который ремонтирует с этой стороны он уже покрашен уже красивый новенькая краска черного цвета уже вид совсем другой а там еще заканчивают номер четыре они прям пронумерованные точно там тоже ремонтные доки пронумерованы в них нет воды огромная это промышленная гавань и нас прям так подробно по ней провозят проводят когда мы уже из нее выплывем он уже красота виднеется со всеми этими кранами витариоза я тоже помню вам что самое красивое название опять у них два названия этих трех городов есть старые которыми они назывались всегда исторически и есть новые города которые ой новые названия которые официально сейчас и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мы будем выходить уже из этой гавани ДимаTorzok Мальта это уникальная страна, она не похожа ни на одну другую Во-первых, у нее богатейшая история, а ее богатая история складывается из того, что очень много народов оставило в ней свой след В 8 веке до н.э. Мальту активно начали колонизировать финикийцы и почти одновременно с ними греки С 4 века до н.э. С 4 века до н.э. и по 13 век н.э. ее попеременно захватывали корфигяне, римляне, византия, арабы, норманы и испанцы А в 16 веке испанский король Карл V подарил Мальту ордену Ионитов и начался новый виток истории Мальты Затем Мальта попала под власть Франции, затем под власть Англии И только в 1964 году Мальте Великобритания предоставила независимость Поэтому у такого маленького островного государства настолько богата история, которой хватило бы любому большому государству Поэтому страна Мальта очень привлекла наше внимание Плюс знаменитый всеми любимый сериал Игра престолов очень подогрел наше желание посетить ее Так как основная часть серии эпизодов этого сериала снималась именно на Мальте И Королевская гавань это большая гавань Мальты Поэтому мы с вами побывали в Игре престолов в Большой Королевской гавани И вот мы сплавали по Большой Гавани Сейчас уже возвращаться будем в Слиму Проплыли городок Калькара И направляемся уже на выход из Большой Гавани Вот он снова этот пирс Большой длинный старинный пирс Валетты Который мы, помните, проплывали, когда плыли туда Вот я с чувством выполнила долго отдыхаю Круиз нам очень понравился, кстати, совершенно неутомительный Мы даже никуда не спускались, ни в какой бар Я не имею понятия, что там продается Когда вокруг такая красота Мы стояли на одном месте, любовались Я, конечно же, снимала без устали Ну и меня немного тоже снимали, фотографировали И поэтому то ли полтора, то ли два часа шел круиз Мы, конечно же, совершенно не заметили, как пробежало это время Ну а это, конечно же, мечта каждой женщины Как на Титанике постоять на носу корабля Все, обратно мы пойдем сразу напрямую в Слиму Быстро получается Это минут, наверное Не знаю, на минут, может быть, 10 нас не засекало Ну, не жалеем нисколько Понравилось нам путешествие Слушай, а время прошло вообще быстро А сколько вы плавали? И, кстати, нам говорили, что никаких рассказов, никаких гидов не будет А рассказывали на двух языках Рассказывала женщина, сидит в кабине капитана И микрофон рассказывает на английском и на немецком Все, что мы проплываем, мимо чего проплываем И такую краткую историю Сейчас приплывем на тот же причал в Слими И все Генег не жалко, кстати, 16 евро вообще не жалко за такую поездку Через год, сто лет будет судно Да, вот это правда ли судно такое, как пиратск, это выглядит за старинным На нем написано 1921 Видимо, время, когда его построили Все, подходим к причалу Тут мы обратили внимание Вот стоит, похоже, что это заправочный такой танкер И вокруг, вокруг все огорожено Защита воды, видимо, от разлива, топлива Вероятнее всего, это вот все катера эти прогулочные Все заправляются на нем Возможно, та станция, которую мы не разгадали, что такое Может быть, это тоже с заправками связано Ну, с топливом стопроцентно это связано Да, да Что скажете, все очень понравилось Рекомендую Всю красоту увидели Кучу фотографий Кучу видео наснимал Так что сплавайте И не пожалеете до конца Ну, а сейчас давайте, чтобы было совсем все понятно Снова пробежимся по карте Мы выходим из Слимы С пристани Идем между небольшого островка Мансель По гавани Слимы Затем мы заходим в промышленную гавань Где ремонтные доки мы видели Затем мы идем вдоль всей валеты Вот этот узкий остров, где находится валета Оплываем вместе с его длинным пирсом Полностью С обоих сторон Входим в большую гавань Вглубь гавани И мимо всех трех городов Заплывая, заходя в каждую гавань этих городков И затем мы выходим из большой гавани И направляемся обратно в Слиму Итак, мои дорогие друзья Если вам это видео понравилось Не скупитесь, пожалуйста, поставьте внизу лайк И подпишитесь на мой канал Следующие видео будут очень и очень интересны И вы еще больше узнаете о Мальте Об этой прекрасной стране И всем пока-пока До новых встреч на моем канале Ева Тур Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok